Церковной росписи изуродованного храма на стенах галереи в Киеве. Такой художественный проект презентовали художники Анатолий Криволап и Игорь Ступаченко в художественной галерее Лавра. Они создали убранство для разрушенной российскими войсками церкви Покрова Святой Богородицы в Киевской области. Гигантские полотна в несколько метров высотой видели и мои коллеги. Огромное изображение пророков и ангелов, сцены страшного суда или оплакивания Христа. Полотна высотой в несколько метров раскрашены яркими цветами. Это первое, что привлекает внимание гостей на выставке в художественной галерее Лавра. Экспозиция называется «Храм». Это не традиционная роспись церковная в классическом фресковом стиле. Это новая технология сочетания двух совершенно разных художников во что-то единое. Росписи пишутся, скручиваются в рулоны, затем едут в церковь и там монтируются. Поэтому такая уникальная возможность и возникла до того, как они появятся в храме, чтобы их увидели киевляне. Авторы этих росписей – Анатолий Криволап и Игорь Стубаченко. Работы начали создавать в 2014 году. Часть из них украшала храм покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Киевской области. Впрочем, завершить роспись мастера не успели. Российские солдаты изуродовали церковь и уничтожили часть работ. Художники решили – возобновят росписи прямо в выставочном зале. Это может быть хорошим примером для будущего, потому что это не такая ремесленная роспись, так как у обычных художников. Это уже творческое решение лично мое, за которое я несу ответственность. Мой проект. И с Игорем тоже он мой помощник. Посетители экспозиции в восторге от увиденного. Ежеминутно подходили к художникам за автографом. Говорят, их работа во время войны и вопреки войне придает еще большей ценности произведениям искусства. Вообще, этот проект – это большой символ. Это символ того, что свет победит тьму. Что наши художники работают, несмотря ни на что. И жизнь она победит. Искусство сегодня – это не просто о красоте, эстетике. Искусство – это мощная сила, которая сегодня рассказывает миру о том, что происходит в Украине. На выставке каждый зритель может представить, как эти полотна будут выглядеть в церкви. Ведь росписи были сделаны еще и для специальной миниатюры. Экспозиция продлится в Киеве до 25 июня, после чего уникальные работы отвезут в храм, в Липовку.